Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево 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 чем из двух слов и соответствовать типу учреждения. Победитель на выбор получит два абонемента на месяц в тренажерный зал, два абонемента на месяц в бассейн Рица-парк, пять билетов на киносеанс в кинотеатре Чарли и курс массажа. Свои предложения жители республики могут оставить в комментариях под соответствующим постом в официальном телеграм-канале Министерства труда и социального развития Карача-Черкеси. Конкурс продлится до 1 февраля. Напомним, социальный пансионат для людей старшего поколения и детского дома открылся в Черкесске в августе прошлого года. В нем созданы комфортные условия, приближенные к домашним. Учреждение рассчитано на 122 места. В настоящее время там проживают 73 жильца, в том числе из дома-интерната станицы Кардоникска и перевели к 17 человек. Первичное отделение российского движения для детей и молодежи «Движение первых» откроется в 176 школах и 20 организациях профессионального образования республики. Первопроходцами, как мы уже сообщали, стали 120 учащихся гимназии номер 19 республиканской столицы. Все первичные отделения в школах и колледжах региона планируется открыть в течение двух недель. Вступить в него могут все желающие по 12 направлениям. Это в частности наука и технологии, творческая, патриотическая и спортивная группы и так далее. Ценностями движения являются единство народа в России, взаимопомощь и взаимоуважение, дружба, служение Отечеству и крепкое семя. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения в школах всероссийских проверочных работ в этом году. ВПР пройдут с 1 марта по 20 мая. При этом школы будут самостоятельно определять конкретные даты проведения проверочных работ, но в рамках установленного расписания. Период проведения ВПР в текущем году начнется с 10 и 11 классов. Так, с 1 по 25 марта ученики 10 классов будут сдавать географию. Ребята 11 классов будут писать историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки. В расписании у 11 классов также стоит единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам. Проводители ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Отмечается, что проверочные работы у учащихся 11 классов должны проводиться по тем предметам, которые школьники не выбрали для сдачи на ЕГЭ. В Карачао-Чукесии завершилась реализация проекта «Легенды и сказания КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Рассказывает руководитель проекта Дарья Зинковская. Участие в съемках принимали жители региона в возрасте от 18 лет, хотя у нас некоторые актеры были даже и младше, и старше. Все роли исполнялись исключительно на национальных языках. Реализация данного проекта позволила привлечь к созданию готового национального медиапродукта молодых специалистов, которые имеют также понимание в кинопроизводстве, например, сценаристов, актеров, гримеров, костюмеров. Более того, к съемочному процессу также были привлечены и опытные актеры пяти национальных театров республики. Одним из условий отбора актеров стало знание родного языка и, конечно, правильное произношение. Помимо этого, конечно, определенную трудность вызывала то, что все сценарии и съемки производились на национальных языках. И для правильной литературной составляющей фильма к процессу были привлечены представители научных институтов, что, в свою очередь, конечно, потребовало дополнительную поддержку и помощь в процессе съемок. В Карачаево-Черкесии стартовал месяц патриотической, спортивной и обороны массовой работы под девизом «Есть такая профессия – родину защищать», посвященной 78-й годовщине победы Советского Союза, Великой Отечественной войне и подвигам участников специальной военной операции. В течение этого месяца пройдут различные тематические декады и мероприятия, направленные на военно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданское, культурно-патриотическое и спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. Лучшие общеобразовательные организации республики по итогам проведения месяца будут поощрены грамотами Министерства образования и науки Карача-Черкесии, а активисты – бесплатными путевками в загородные оздоровительные лагеря. Ну и в завершении выпуска новости спорта. В Крачаевске прошел открытый турнир республики по арм-рейслингу Кубок чемпионов, в котором принимали участие 40 спортсменов из Карача-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Состязания проходили в двух весовых категориях – 75 килограммов и абсолютная весовая категория. Призерами стали Олег Черкасов, Мурат Айбазов и Мухаммад Кубанов. В абсолютной весовой категории победили также Марат Айбазов, Марат Мамхегов и Олег Черкасов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, завтра по Карача-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. В горах местами плюс 6-11. Утром местами на дорогах республики гололедится. В горах Карача-Черкесии выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 4. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!